Всем большой привет! Меня зовут Катя, добро пожаловать на мой канал и сегодня будет видео с покупками из Ашана. Смотрите, будут продукты и не только всякие покупочки для дома, для ребенка. Поехали! Ну что, Юра у меня съездил в Ашан, затарился. Вот такая огромная куча пакетов. Сейчас все вам покажу. Итак, давайте начнем с непродуктового. Первое это две пачки одноразовых пеленок. Для Макса очень нужная вещь ходить в поликлинику. Когда, например, я кладу ребенка на нашу кровать, на пеленальном столике, эти одноразовые пеленки классные, они всегда нужны. Дальше прокладки для груди. Беру именно вот эти, уже рассказывала, они одни из самых дешевых в Ашане. И я не вижу смысла покупать такие вещи дорогие, потому что они просто улетают и дорогие покупать просто нет смысла. Взяла вот такой вот кондиционер для белья, Ленор. Я всегда покупаю Ленор. Мне он кажется наиболее, не знаю, но у него и запах какой-то, самый подходящий, консистенция. В общем, самый лучший кондиционер. Именно маленькая бутылочка, потому что у меня стиральный порошок и кондиционер в маленьких упаковках хранятся на стиральной машине. А большие упаковки в кладовке, то есть я просто туда доливаю. Удобнее пользоваться из маленькой бутылочки. И рамка для фотографий. Вот такая вот формата А4. Вы, наверное, видели у меня во влогах. У меня над пеленальным столиком в комнате в спальне такая стена с фотографиями. Вот туда новая рамочка. Ну и теперь переходим к продуктам. И вот целый вот такой вот огромный-огромный пакет с круассанами. Ашановская выпечка. Ну, это просто песня. Это вообще, если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте. И мы постоянно покупаем вот такие вот круассаны с сыром, с шоколадом. Они очень вкусные, очень мягкие. Ну, просто потрясающие. Также Ашановский батон вот такой вот огроменный. Но, опять же, это, собственно, Ашановская пекарня. И хлеб у них тоже очень вкусный. Дальше печенье. Тоже Ашановского производства. Такая большая коробка. Печенье называется Американер. С изюмом. Тоже очень вкусное, мягкое. И там изюм такой, знаете, неприторный, а очень... Ну, прям вот такой вкусный. Я с чаем просто обожаю это печенье. Еще бывает точно такое же, но с шоколадом. Вот в этот раз его не было. Также мое любимое имбирное печенье. Взяли в этот раз попробовать вот такие вот маффины. Это тоже маффины Ашановского производства с черной смородиной. Заканчиваю с вкусняшками. Вот такие вот конфетки. Бешеная пчелка. Ну, называется задорная пчелка. Это что-то типа бешеной пчелки. Такие мармеладки без сахара. Ну, и теперь уже точно заканчиваем с вкусняшками. Две вот такие вот упаковки йогурта. Это даже не йогурт, а десерт. Называется Монте. Я очень люблю этот йогурт. Он у меня есть в холодильнике всегда. Вот просто постоянно. Единственное, конечно, вот такие вот маленькие упаковки. Это невыгодно. Они бывают в два раза больше упаковки. Но вот в этот раз в Ашане не было. Поэтому пришлось взять два блистера таких вот маленьких. Дальше бананы. Бананы в Ашане шикарные. У меня муж постоянно их берет. И я люблю именно зеленые бананы. Ну, не совсем зеленые, а вот видите, такие не спелые, не созревшие. Очень вкусные. Дальше авокадо. Три штучки. Хочу сделать салат. И буду делать смузи с авокадо и бананами. Дальше зелень. Такая вот упаковка руколы. Обожаю черри, руколы, сухарики. Туда, может, яичко вареное. Вот такой вот салат очень вкусный. И такой вот пучок петрушки. Помидорки черри. Всегда беру именно черри. Обычно помидоры вообще не люблю. А вот черри мне очень нравится и в салате, и даже так просто поесть. Морковка. Я люблю брать именно мытую морковку, чтобы вот эта вот лишняя грязь стояла настолько же. А чистить ее вообще вот из нее готовить гораздо-гораздо приятнее. Десяток яиц. Окское яйцо. Оно не самое дешевое, но оно неплохое, вкусное. И яйца довольно-таки крупные. Вот такие вот, в принципе, неплохие. Гречка. Армянский лаваш. И вот такая вот тортилья. Я тоже вот такие вот петрушки покупаю постоянно. Делаю или тортилью, то есть туда фарш или курочку порезанную с зеленью, с помидорками заворачивать. Очень-очень вкусно получается. Либо я просто в нее заворачиваю вот так вот пополам, сворачиваю внутри керты сыра с зеленью. И буквально по минутке с каждой стороны обжарить. Это очень классный завтрак. Делается очень быстро, просто и мега вкусно. Слабосоленая рыбка. Это семга марка Меридиан. Она абсолютно не бюджетная, но, конечно, рыбка именно вот этой фирмы, она самая вкусная. Два окорочка фирмы каждый день. Это Ашановская фирма. И, в принципе, окорочка, как окорочка, я из них варю суп. Такая вот ветчина марки Велком. Вот эта вот фирма колбасная, она, в принципе, неплохая. И кусочек сыра. С сыром, это, конечно, вообще большая проблема сейчас. Но вот на этот раз сыр голландский. Почему-то написано 30-процентный. Но вот я очень часто встречаю, вроде кусок сыра, на нем написано сырный продукт. Вообще какая-то ерунда с сырами. Это просто катастрофа. Кетчуп, хайнс. Обычно всегда берем хайнс, самый вкусный и, в принципе, по цене подходящий. И именно вот в таких вот мягких упаковках просто удобнее, чем из бутылки вытряхивать в такие вот упаковочки. Две пачки сливочного масла. Домик в деревне. Вкусное масло. Его и намазывайте на бутерброды. И выпечка из него получается очень вкусная. Так что две пачки. Следующие дрожжи. Дрожжи вот такие вот, дрожжи вот такие. В общем, буду печь всякие вкусняшки. И желатин пищевой. Тоже нужная вещь. Хочу сделать такие маленькие в формочках для льда, в силиконовых. Такие маленькие желейные конфетки. Буду пробовать. Все, на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, видео вам понравилось и получилось оно не очень долгое. Не забывайте ставить пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Все ссылочки на мои соцсети внизу тоже проходите. Подписывайтесь, смотрите фотографии. И до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока.